Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про доску Almost Pure Light. Эта доска очень дорогая, из очень дорогого сегмента. Стоит она 11900 рублей. Ее только что завезли в сквот. И сегодня мы посмотрим, что это вообще за доска и почему она столько стоит. Во-первых, компания Almost произвела, так сказать, инновацию. Хотя раньше они периодически укрепляли свои доски карбоновыми вставками. Но они были где-то, по-моему, на три слоя и продавались вот здесь в виде кружочков. А сейчас компания выпустила доску, которая укрепила карбоновую сердцевину. То есть они пишут, что это доска, доска внутри доски. Ну, под доской второй подразумевается карбоновая вставка, которая идет прямо вот по всей вот стейла до носа и через всю сердцевину. Вот здесь вот на картиночке прямо видно. В ютубе Almost есть интересное видео о том, как делается эта доска. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доска становится значительно легче. Они пишут, что карбоновая вставка очень сильно укрепляет доску, то есть сломать ее невозможно. Очень крепкая она излом. Легкая, крепкая, лучше щелкает. Конкейв. Глубокий. Что еще? А, клей, клей эпоксидный, а то не укрепили ее крепким эпоксидным клеем. По технологии одна доска в прессе, что позволяет скейкборду крепче склеиться, она не будет расслаиваться, вроде как не должна крошиться, хотя вроде как кант здесь обычный, то есть там алмостовская доска, вот, и, ну вот, укрепленная сельцевина. Ну и что, сегодня мы посмотрим размер 8.25 на 32.1. Посмотрим, как она будет щелкать и проверим ее арки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице холодно, сегодня будем снимать обзор в парке. Вот моя досочка. Напоминаю, это про модель Родни Малин, и напоминаю, что Родни Малин большой эксперт по мануалам. Ну, мы будем прыгать, как обычно. Прыгать, скользить и проверим, отходит ли доска мануальщика прыгальщику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА